я думаю вы уже слышали что у нас был принят закон про стукачей но на самом деле конечно называется по-другому там закон про внесение змин до закону украины про запобегание коррупции в частине выкривачи в коррупции простыми словами закон про стукачей да вы много уже раз еще услышите именно такое название поэтому дабы потом вы не искали да если захотите найдете опять-таки это видео что интересно они якобы придумали новую такую штуку ну как бы она не новая и там пытались придумать еще при порошенко но вот они конечно вот эти вот наши слуги народа молодцы в чем суть то есть если ты сдашь коррупционера либо какого-то негодяя который нанес ущерб государству вследствие коррупционных деяний то ты можешь получить 10 процентов от суммы коррупционного правонарушения то есть либо от размера взятки либо от ущерба которого который был нанесен вследствие данного уголовного правонарушения я такой изначально думаю послушаю что же там говорит янченко вот она вот я так понимаю один из главных сейчас антикоррупционеров верховной ради отримать грошевую винагороду одразу після ухвали суду сначала такой думаю что ухвала причем тут ухвала возможно вы просто не знаете да и не должны вы знать да у нас финальное решение по уголовному делу это приговор в принципе умову вырок ухвала это обычно это такой промежуточный документ да то есть там ухвала про открытие проваджение там ухвала про призначение экспертизы там надо ухвалы добывают финализирующими документами но в основном конечно же ухвалы это некий промежуточный документ и вот она говорит ухвалы я сначала подумал ну может оговорилась а нет ухвалы суду основной запобежник это ухвала суду после ухвала суду дочекаться ухвалы суду то есть ухвалы суду вообще как бы стыдно да не признать предмета того о чем ты говоришь я так понимаю что она не понимает разницы между ухвалы и выроком ну хорошо если это гражданский какой-то человек да он там рассказывает своему там другу знакомому просто в фейсбуке пишет про ухвалу но янченко но ты же народный депутат и ты видимо там сильно отстаивала данный законопроект она кстати про вот эту вот ухвалу говорила еще и с прям с трибуны в чем как бы минус вот это вот такой вот низкой подготовки вот они вот несут вот эту вот ерунду в массы куча журналистов стоит это фиксирует потом эти журналисты начинают писать об этом рассказывать об этом на тв и опять-таки вместо того чтобы конкретно дать информацию четкую понятную то которой вот просто какие-то свои мысли рассказывают и вот этот момент в непонимании предмета они внедряют в массы это плохо вот янченко зачем ты вот это вот раскатываешь если ты даже не разобралась я не понимаю у вас там есть тот же самый стефанчук пожалуйста он доктор юридических наук пусть он объяснит если вот для тебя ухвала и вырок это разные вещи что интересно дальше был открыл я закон сразу хочу всех расстроить денег никто не получит почему во первых данный закон касается лишь коррупционных деяний сумма вот ущерба да там либо сумма взятки превыше которую сумма которая превышает там по-моему восемь с половиной миллионов что-то такое гривен да получить можно опять-таки 10 процентов но эти 10 процентов опять-таки ограничены и максимальная сумма которую можно получить по моему там что-то около 11 миллионов я тоже считал и теперь возникает вопрос а у простых граждан есть информация о коррупционерах которые скажем так нанесли ущерб либо получили взятку в размере от 8 с половиной миллионов гривен ну конечно же нет а у кого эта информация есть у правоохранителей у спецслужб и у самих коррупционеров которые знают про своих братьев коррупционеров и теперь что интересно теперь вот эти вот вот эта вот группа лиц сможет получить деньги из бюджета почему из бюджета потому что закон так прописали интересно если открыть закон этот то там написано что вот это самый выкрывать на который подает информацию он имеет право получить 10 процентов вознаграждения и написано дословно если ухвалы не обвинувально выруку суд и вот тут я совсем не понял ну как бы я понял но я не понимаю почему юридически так безграмотно написали если вы не поняли поясняю опять-таки почему стефанчук это вот это вот не изменил я не знаю но доктор юридических наук вырок даже если он как бы ухвалыны он сразу не вступает в законную силу понимаете его можно обжаловать то есть есть время на обжалование этого приговора и впоследствии процессе обжалования он может быть даже и отменен но вот этот выкрывать уже получит свои 10 процентов получит их из бюджета из бюджетных денег не из денег которые возвращены на там изъяты конфискован не из тех денег которые получит государство там следствие например реализации имущества такого преступника нет просто из бюджета причем сразу же после того как был оглашен приговор вот такая вот новая схема услуг народа здорово ухо ты за чекался мама не прийде не знаю что відповисти на добрый день ты хоть и бы почути так и больше не люблю потому я таки доби не дам повешать и потлю так Продолжение следует...